Треба, три и... Первая репетиция в родном Стуловском Доме Культуры после возвращения со второго Всероссийского фестиваля конкурса «Черноморская феерия». Выдержав достойную конкуренцию, юные вокалисты ансамбля «Вьюночек» в номинации «Народный вокал» завоевали несколько наград. Приехали с хорошей наградой. Взяли лауреатство первой степени. У Кина Вероника Солиско, она у нас, значит, тоже диплом лауреата первой степени привезла. Воробьева Ульяна диплом лауреата второй степени. Ну и у нас девочки маленькие, которым 7 лет. Это Козина Полина тоже привезла диплом первой степени. И Тарасова Катя диплом за участие. Дети были на сцене 25 минут с обрядовым действием. То есть мы показывали троицкий обряд. Я вообще сама была удивлена. Они даже вот с Тулово так не выступают, как они на Всероссийском конкурсе выступили. Здорово, молодцы. Детский образцовый фольклорный ансамбль «Вьюночек» провел в Анапе 10 дней, совмещая отдых и выступление на конкурсе-фестивале. Я на горку шла, тяжело несла. Я занимаюсь в 5 лет. Я выступала с песней «Я на горку шла». Ты долго готовилась к конкурсу? Месяц. А как давно ты занимаешься в коллективе? 5 лет. У меня бабушка привела. А что тебя привлекает именно в народном творчестве, вообще в коллективе «Вьюночь»? Петь песни «Русские народные». Вот это прям твое? Да. С какой песней ты выступала? «Русские сапожки». В старину бывало к милому, красная девица идет, а на ней сапожки дивные, взглянешь, сердце запоет. А вот этой участнице ансамбля «Вьюночь» повезло чуть больше остальных. Ее день рождения пришелся как раз на один из дней конкурса. Полина Козина стала дипломантом первой степени. Вот так с имбирем варил дядя Симеон. Апчи, вот тебе и калачи. Меня привела сестра в коллектив в два с половиной года. Ты выступала на конкурсе как раз в свой день рождения. Да. Насколько это было волнительно? Нисколько. Скажи, как ты отпраздновала свой день рождения? Мы отмечали мой день рождения. Меня встречали с шариками. Подарили мне восемь шарика. Мне запомнилось море. Погода хорошая. Как мы выступили, получили лауреат первой степени. Мне вот это очень хорошо запомнилось. Моя первая поездка на море. Я никогда не выступала, но начала только выступать. Какие впечатления еще от поездки? Что ты еще запомнила? Класс. Я запомнила море, волны. На сцене волнительно было, не волнительно? Мне чуть капельку было волнительно. В поездке и на конкурсе слободских вокалистов поддерживали родители, которые также отправились на Черноморскую феерию. Именно они когда-то за своих детей сделали правильный выбор и привели их в ансамбль. Ближайший дом культуры. Я привела свою дочь. Послушайте, пожалуйста, посмотрите. Вот Елена Васильевна выявила талант у ребенка. Мы поддерживали своих детей, в первую очередь. Вывезли их на море. Показать, на что они у нас годны, чтобы другие увидели. Что все-таки годны дети? Очень годны. Было очень приятно, когда сами жюри вставали и стоя аплодировали нашим детям. И мы поняли, что действительно дети – это наша гордость. Приняли нас хорошо. Отдыхали мы на ведомственной даче. Кормили замечательно. Обслуживающий персонал супер. С морем нам повезло. И поштормило. Дети на волнах попрыгали. И с медузами поиграли. Был полный штиль. И погода была замечательная. В следующем году в Юночек отметит свое 20-летие. Нынешнему составу ансамбля 6 лет. Впереди у коллектива небольшой перерыв на летние каникулы. А дальше – новые репетиции, выступления и конкурсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова